велосипед рок-райдер модель 520 на самом деле отличный велик и покупать его в доготло не надо но вот про качество сборки давайте я вам расскажу значит первое вынос должен стоять вот так вот вынос должен смотреть вверх вот эти проставки должны быть не сверху а снизу магазине стоят сверху и вынос смотрит вниз потому что в коробке в коробке велосипед помещается когда вынос стоит вниз в магазине линица просто его перевернуть и переставить как правильно дальше здесь у нас какая проблема втулки были вообще не протянуты человек выехал 400 километров приехал на обслуживание к нам до этого не ему делали бесплатное обслуживание магазине переключатели ему настроили тормоза ему не наставляют еще никак тормоза были ужасно настроены сейчас заново настраивали тормоза и заново настраивали переключатели потому что уже рубашки тросики растянулись усилии и плохо переключалось все это дело за 400 километров износа нет никакого трансмиссии то звездочки цепи все в отличном состоянии колодки все отличном состоянии несмотря на вот вообще грязное такое из-за того что весь велосипед грязный то есть износ будет больше но пока износа нету втулки были затянут очень сильно я снимаю колесо даю клиенту крути колесо у него сил не хватает провернуть колеса потому что были перетянуты втулки уже пошел износ конусов при этом смазка внутри все чисто все хорошее соответственно мы не перебираем втулки мы не меняем конуса мы не меняем подшипники мы просто сняли снаружи как видите все почистили и просто сделать небольшую протяжку 또 сейчас канал собака менять рано износ совсем небольшой еще на год на два хватит и только после этого либо менять конуса подшипники перемирать втулки либо менять уже втулки на пром подшипники сзади у нас стоит кассета кассета на 7 то есть Самое бюджетное, при этом качественное Потому что кассета это хорошо Проблема в чем Сейчас у нас руль поднят на 3 см выше Чем был, видите как село высоко Это велосипед XL По сайту он идет На 185-195 По факту это рама Под рост 175-185 максимум А человек 2 метра 2 см Представляете То есть 2 метровый человек ездит на велике Который предназначен под рост 180 Соответственно у него очень сильно затекают руки У него затекает шея У него ноги не разгибаются полностью Ему он очень некомфортен и неудобен Но он просто не знал об этом И катался, потому что он думал, что у велосипеда бывают только такие На данный момент что будет Мы все сделали, тормоза настроили Переключатели настроили Нас перевернули, втулки протянули Этот велик еще 2 года отъездит До ближайшего техобслуживания До замены трансмиссии До замены цепей Звезд, тормозных колодок И так далее Через 2 года надо будет все это менять и перебирать Соответственно человек вот сейчас покатается Поймет, что я ему объяснил Что рост ему неудачен Что ростовка велосипеда ему не подходит И скорее всего летом просто он его помоет Почистит и будет продавать И велик будет в отличном состоянии С минимальнейшим износом втулок Еще он походит Еще он поездит И выставит его на авито Продаст и за эти же деньги купит просто такой же велосипед Только на 29 колесах В какой-нибудь 22-й ростовке рамы Или в 23-й, если найдет Вот, так что велосипеды Докатлонские покупать стоит Но только надо, чтобы любой мастер В любом магазине адекватном Да, нормальный человек Посмотрел и протянул втулки сразу Работа здесь, ну там, 15-20 минут А по факту втулки убиваться не будут Так что приходите в магазин Снимаете колесо с велосипеда И берете вот за эти гайки, вот за эти резинки То есть эксцентрик вынимаете Вынимаете эксцентрик Крутите колесо, чтобы оно крутилось идеально легко Если оно крутится плохо, надо протягивать И такое на всех велосипедах, на новых практически имеет место быть